Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добрый вечер, доброго времени суток! У кого-то утро, например, кто будет нас слушать, допустим, может быть завтра, да? И у нас сегодня с вами очень интересная лекция, которая называется Пластыри на стопы антиоксидантные или сухие капельницы. Почему так? Почему такое название? Вообще название сухие капельницы – это народное название. То есть люди стали так называть эти пластыри, когда увидели эффект по очищению организма, снятию различного рода интоксикаций и прочих неприятных проблем, которые бывают в жизни у человека, вот с помощью именно данных пластырей. Что из себя представляют эти пластыри? Ну вот, кстати, вы сейчас видите слева у нас вот в таком дизайне сейчас коробочка, справа – это уже новый дизайн коробки, новый дизайн коробки, которая будет у нас с вами в ближайшее время, я думаю, после Нового года уже будет у нас пластырь идти вот в такую коробку, да? И здесь как раз на этой коробочке нарисовано, как использовать эти пластыри, но мы сейчас об этом еще поговорим и узнаем. Давайте вот, я не буду вам рассказывать долго, какое вещество, входящее в состав пластыря для стопы, на стопы, как действует. Я вам лучше расскажу, как работает в целом пластырь. Потому что про состав пластыря вы можете прочитать у нас на сайте спокойно. Я вам расскажу, как он действует. Это очень интересная форма воздействия, трансдермальная форма воздействия. Пластырь через кожные покровы и из микрокапиллярного русла, и мельчайших сосудов, и в том числе сосудов лимфатической системы, выводит через кожу шлаки и токсины, которые находятся в кровеносном русле, и в лимфатической системе. Вообще средств, которые чистят лимфу, на самом деле практически, ну, очень мало. И вот стопные пластыри – это, конечно же, вот именно тот продукт, который позволяет выводить из организма продукты распада, интоксикацию снимать, причем при самых разных состояниях, начиная от детских заболеваний, да, там, респираторно-вирусная инфекция, проскуда грипп, как и взрослых, и заканчивая достаточно серьезными заболеваниями. И в том числе снимает алкогольную интоксикацию. Или же последствия неумеренного употребления спиртного. То есть давно, с той поры, когда этот продукт появился впервые на рынке, вот увидели люди, что он работает именно так, как они говорят, вытаскивает из организма всю дрянь и оставляет организм чистым. И именно поэтому они назвали эти пластыри «сухие капельницы». Поскольку лимфатическая система впадает непосредственно в венозную систему, то есть лимфатическая система сама по себе отдельно не существует, то есть она впадает в венозную систему. И именно поэтому в стопной пластыри, кроме очищения лимфы, чистят еще и что венозную кровь. А у нас именно венозная кровь, она насыщена чем? Продуктами обмена веществ, углекислым газом и так далее. То есть именно из венозной, венозная кровь очищается в печени, венозная кровь очищается, происходит дезообмен в легких. И поэтому вот благодаря стопным пластыри очищается не только лимфа, но еще и кровь. Это тоже очень важно. Здесь показано, как пользоваться пластыром. То есть у пластыря, вообще вот у нас в пакетике, да, в пластыре, 10 липких основ, к которым приклеивается действующее вещество пластыря, и 10 самих действующих вот этих элементов, да. То есть первое – это липкая основа, то есть с нее снимается бумажка, которая приклеена, да, к липкой части, ну, чтобы они не поприклеивались друг к другу. Снимаете эту бумажку, и действующее вещество, вот оно, действующее вещество, вы берете и приклеиваете к липкой части той стороной, где написаны буквы китайские. Не сеточкой, сеточка должна у вас прилегать к коже стопы, потому что через вот эту мембранку у вас будет работать стопный пластырь и выводить из организма шлаки и токсины различные. То есть вы вот таким вот образом приклеиваете к липкому веществу действующее вещество и потом клеите на стопу. Можно вдоль, можно поперек, можно клеить на разные зоны стопы. И носите вы это дело, ну, или если днем, бывают такие ситуации, что и днем нужно, да, заболел, допустим, чувствуете, что грипп, интоксикация какая-то, где-то на 4-5-6 часов носочки надели и, пожалуйста, ходите. А вообще рекомендуется на ночь вот эти пластыри приклеивать. Почему на ночь? Потому что, ну, в принципе, это время активности той же печени, да, желчного пузыря. И, естественно, а рано утром с 5 до 7 утра – это время активности толстого кишечника, если мы хотим добиваться именно очищения организма. И, соответственно, мы его и получаем. И вот на 6-й картиночке, видите, да, номер 6. Вот здесь показывается, как выглядит пластырь, когда он отработал. То есть он такой обычно влажный, на нем могут быть слизистые различные отложения, да, выделения. То есть он вот эту слизь, вот эту грязь выводит из организма через кожу стоп. Дает шикарные просто результаты при самой разнообразной патологии, в том числе при очень распространенной патологии в комплексной программе. У пациентов-аллергиков мы назначаем его обязательно. И у нас вот Инна сегодня будет с нами общаться. У нее как раз проблема аллергия, и она получила замечательный результат. Друзья мои, я же сказала, в новом дизайне, но я же не сказала в новом составе по поводу пластырь. Они будут в новом дизайне. Будет другая коробка. Она, видите, идет уже как бы вот в одном практически стиле, уже есть у нас в этом стиле продукты, да. У нас есть Вит-Интеллект, у нас есть иммунокардиовид новый. У нас уже салевитилин вы получаете в новом стиле, да, с нашим красивым таким вот логотипом. И, соответственно, стопный пластырь тоже скоро будет у вас вот в новом таком виде, в новом стиле. Ну и по поводу того, где и как ставить стопный пластырь, на какие зоны, на какие части стопы. Вообще вот здесь вот показана часть вот таких основных органов, о которых знают люди, да. То есть здесь находятся у нас и желчные, то есть на стопе находится проекция всех органов и тканей человека. То есть вы видите, да, это и желчные пузыри, это и почки, это тонкий кишечник, это толстый кишечник. Это и вот аппендикс, пожалуйста, вот он отдельно выведен. А гинекологические зоны, это вот на пяточках, кстати, здесь не нарисовано, но они именно там, да, мозг, легкий, толстый кишечник, прямая кишка. Почему для очищения мы клеим на стопы эти пластырь? Потому что здесь находятся зоны кишечника, видите, тонкого и толстого. То есть поэтому, когда мы чистим, способствуем очищению организма, да, мы клеим на зоны кишечника. Но есть очень подробная карта проекции органов человека на стопу. Вот так она выглядит, видите? И я вам хочу сказать, что если у вас есть какие-то проблемы, да, наверное, дней 10 первых, конечно, нужно клеить именно вот на свод стопы, вот там, где зоны толстого и тонкого кишечника. А дальше вы можете поработать, допустим, с печенью и желчным пузырем, да, это зона 18-19, вот она, видите, на правой стопе. На правой стопе, заметьте, да, то есть правая и левая стопа и проекции органов отличаются. Кому интересно получить вот такую карту стопы, обратитесь, пожалуйста, к людям, к вашим руководителям, да, структурным, и к тем людям, если у нас есть гости, которые, да, вас пригласили сегодня сюда, я вам обязательно сброшу, она такая хорошая, в хорошем разрешении, ее можно даже там на плакат распечатать, повесить. То есть хотите воздействовать на какой-то вот отдельный орган, да, пожалуйста, приклейте на ту зону, где она есть. Даже вот видите, вот здесь вот у нас, да, вот двоечка, это, в общем-то, придаточные пазухи носа, да, лобные пазухи, то есть тогда, когда у вас гайморит, синусит и так далее. Вот и нос, допустим, шестерка, то есть заболел человек, у него насморк, может приклеить куда? Вот, вот сюда, на эту зону, захватывая боковую поверхность большого пальца, справа и слева, потому что вот нос, он слева и справа, видите, вот эта зона. И, соответственно, придаточные пазухи. То есть, пожалуйста, если сильная температура, интоксикация, ломота в мышцах, плохо себя чувствует человек, тогда, конечно, клеим вот на свод стопы, да, можно клеить и на свод, и, допустим, на пальчики, если это связано именно с респираторно-вирусной инфекцией и гриппом. Вот шестьдесят первая, допустим, вот горло болит у человека, да, это у нас цифра шестьдесят один, это у нас на правой стопе, да, вот она шестьдесят, сейчас будем искать шестьдесят первую, да, вот. То есть то же самое, находите и клеите именно на эти зоны. Почему? Потому что тоже это очень важно, куда мы можем это применить. В какой зоне, да. То есть вот тридцать шестую видим, да, это у нас именно гинекологическая зона, тридцать шестая. Половые железы, яичники слева и справа. Ну и в принципе, в принципе, я хочу сказать, что у мужчин тоже есть сфера урогенитальная, да, то есть на пяточках у мужчины тоже можно вот ставить именно на эту зону, если у нас есть проблемы, связанные с предстательным железом, допустим. То есть я сброшу всем, кто пользует, ну, то есть сброшу людям, которые ведут регионы, да, а вы дальше разошлете всем тем, кого вы приглашали на эту нашу встречу. То есть вы можете здесь варьировать. И, кстати, вот стопные пластыри, да, это замечательная вещь у тех пациентов, которые, ну, к несчастью, страдают онкологическими заболеваниями, да, там идет программа серьезная такая, достаточно большая. И вот стопные пластыри, особенно у тех, кто перенес химиотерапию, нужно применять обязательно, просто, допустим, там не сразу, да, а где-то, ну, хотя бы через недельку после того, как закончили курс химиотерапии, тоже будет выводить из организма токсичные продукты, потому что на самом деле сама химиотерапия, она очень токсична. И вот недавно я сбрасывала Мукиной Лидии Анатольевне, да, ей это очень интересно, потому что по специальности она онколог, вот, и я сбрасывала данные из портала медицинского Юнивадис, это исследование специалистов из США и Европы, исследование влияния химиотерапии на общее старение организма. Ну, кроме того, что химиотерапия, она разрушает и здоровые клетки в том числе, вот эти ученые во главе с Химоном Муссом, они изучали последствия химиотерапии, которая назначается при лечении рака молочной железы. А мы, кстати, с вами говорили, когда говорили о мастопатии, о пластырях от мастопатии, что рак молочной железы стоит на первом месте как причина смерти среди онкологию женщин. И они стали анализировать истории болезни женщин, которые страдали раком груди первой и второй стадии, то есть это операбельный рак, их этих женщин оперировали и им всем назначали химиотерапию. То есть они брали образцы крови до начала химиотерапевтического лечения, сразу после него и спустя 3 месяца и год после окончания химиотерапии, причем эта химиотерапия шла с использованием антрациклина, да, есть такой препарат, цитостатик. И что делали эти ученые? Они определяли концентрацию в крови маркеров клеточного старения, то есть как стареет наш организм. И знаете, что они выяснили? Что вот эти исследования, вот этот молекулярный профиль пациенток, которые прошли курс химиотерапии, сопоставим с молекулярным профилем и с концентрацией маркеров старения в клетках здоровых людей, которые на 10-15 лет старше больных, получавших химиотерапию. То есть химиотерапия сразу же старит человека на 10-15 лет как минимум. Понимаете? И вот в данном случае, конечно, наш продукт, это и стопные пластыри, это и витокордицепс, и витагонодерма, это именно те продукты, которые позволяют нивелировать и уменьшить побочные действия, вот такие вот очень негативные, химиотерапии. То есть вообще стопные пластыри продукт великолепнейший. Людям очень нравится, при самых разных проблемах и при самой разной каталогии. Поэтому, друзья мои, я вам очень рекомендую пользоваться этими замечательными пластырами, получать свои результаты, рассказывать нам о тех результатах, которые вы получили. И плюс, смотрите, пожалуйста, наши видеоролики короткие, да? Я вам сейчас сброшу ссылочку. Постараюсь, вот пластыри антиоксидантные у нас, да? Сейчас посмотрю, получится ссылку дать, не получится. Вот есть такой видеоролик, да? Где я рассказываю о пластырах на стопы. Он коротенький, и он тоже очень хорошо для пациентов, да? Для людей, которые страдают какими-то заболеваниями, он достаточно убедителен. То есть мы сделали таких видеороликов достаточно много с Владиславом. Я вам сейчас дам ссылочку на этот видеоролик, чтобы вы могли им пользоваться и показывать его. И, вы знаете, очень советую, как я сделала. Я для себя вот эти видеоролики, чтобы не искать, да, ссылки, в отдельный файл вбила, подписала этот файл, что ссылки на короткие ролики. И для меня теперь нет проблем, я в этот файл захожу, у меня все эти ролики там озвучены, да? То есть вот это вот, допустим, пластырь на стопы. А там другой ролик про амплифир и так далее. Вот. И спокойненько можно давать этим спискам людям, чтобы они посмотрели хотя бы о продукте программы очищения и плюс там у нас витагонодерма, витокордицепс. То есть ссылочку я вам сбросила, видите ссылочку на этот ролик? Меня все увидели, это мы делали снимок уже в конце, съемку делали уже в конце лета. Есть ссылочка на этот ролик? Если есть, то вот мы с вами, я ссылку эту еще и на вот записи этой лекции положу на канал на ютубе, на наш, да? Так что, друзья мои, пользуйтесь пластырями, получайте результаты, рассказывайте нам об этих результатах. Мы с удовольствием их будем записывать вот так, как сегодня мы будем записывать результаты наших знакомых, наших друзей, которые живут у нас в Нижнем Тагиле, в Донецке, в Луганске. Я сейчас вот эту запись закончу, да, тем, кто нас слушает в записи. Всем желаю здоровья, счастья и благополучия. А о результатах применения нашей замечательной продукции мы сейчас будем записывать в следующий ролик. Так что смотрите наш канал на ютубе, вы все там увидите, вы все услышите, и я думаю, что эта информация будет для вас очень полезна. До новых встреч в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok